Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел Защитников. Самый лучший супергеройский фильм на планете. Нет, конечно, блин, это самое отвратительное говнище, которое я видел. Это хуже фантастической четверки. Вы только вдумайтесь, что может быть хуже фантастической четверки. Нет, есть Защитники. Сейчас я вам все расскажу. Не собираюсь я анализировать этот фильм, копаться в его сюжете, сценарии. Это настолько отвратительно. Я просто экспромтом сейчас расскажу вам. Сюжет. Сюжета как такового нет. Просто есть набор клише. Есть супергерои, есть суперзлодей. Потому что, потому что, потому что. И они должны противостоять друг другу. Все. А нет, извините, злодей хочет захватить мир. Вот это интересная история. То, чего мы все давно ждали. Захват мира. И при этом он стоит полфильма где-то у какого-то пульта. Он стоит и просто стоит там, колдует своим электричеством. И вообще, таких супергероев надо же было придумать. Девушка-невидимка. Ну ладно, окей. Человек-медведь с пулеметом. Человек-камнеметатель. Я не знаю, как их зовут. Мне насрать, честно говоря, как их зовут. Я просто буду говорить своими словами и все. Человек-камнеметатель. Блин, это что это такое вообще? Казах с серпами наоборот. Это вообще что это? Это толерантность? Это такое проявление уважения к другим национальностям? Во всем фильме ни у кого из них нет внятной мотивации. Они просто действуют, чтобы действовать, чтобы что-то происходило. Но знаете, кто меня больше всего раздражал? Это суперзлодей. Это самый отвратительный суперзлодей из всех, что я видел. Чувак, у которого пивное пузо, поверх которого наклеены силиконовые кубики пресса. Это вообще-то что это было вообще? Что это такое? Да ты урод. Настоящий ублюдок. Режиссер фильма Сарик Андреасян как будто лично надо мной измывался. Он раз 10-20 за весь фильм с нижнего ракурса показал эти кубики. Сверху наклеены на пузи. На пузи, ё-моё. И ты такой сидишь снизу вверх на это пузо смотришь с кубиками и думаешь Господи, на кой хрен ты мне эти кадры показываешь? Ты что? Здесь что-то есть? Какая-то художественная ценность? Или ты пытаешься показать, какой он внушительный? Он же отвратительный. Знаете, я вам сейчас расскажу, как родился этот суперзлодей. Бэйн из Тёмного Рыцаря взял и трахнул горбуна предателюса из 300 спартанцев. Вот так и получился этот ублюдок. Такой отвратительный, Господи. Если вы думаете идти на этот фильм, рассчитывая посмотреть там какой-то экшен, нет, вы ошибаетесь, вы там ничего нормального не увидите. Это всё равно, что Обитель Зла 6. Вам что-то показывают и вы вообще не понимаете, что происходит. Вот только интуитивно, знаете, догадывайтесь, что так, этот чувак убил сейчас этого, ну окей, окей, этот бот сдох, этот бот сдох, всё. Реально, они такие все напыщенные, на пафосе, что-то машутся, 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 и ничего не происходит, всё. Боты вздыхают и конец. На это просто неинтересно смотреть. Тебе пофиг на персонажей, тебе пофиг на главного злодея, потому что ничем они не подкреплены, никакими мотивациями, интересными историями. Это полная херня. Просто боты убивают ботов, пиу-пиу-пиу, и всё. И знаете, у меня всего два варианта ответа на вопрос, почему авторы такой снимают. Первый. Сарик Андреасян реально как Эдди Орёл от мира кино. Он пытается, пытается снять что-то годное, но у него пока что просто не получается. И второй вариант. Сарик просто бизнесмен. Он просто снимает фильмы, которые отобьются. Они просто идут в ногу со временем. Он берёт вот эту тематику супергеройскую сейчас, примеряет, и просто зарабатывает бабки. И я думаю, второй вариант самый адекватный. Я видел интервью разные, интервью Сарика, и он выглядит адекватным человеком. Я думаю, что он точно понимает, что он делает, что он снимает. Ну, просто это его выбор, я так полагаю. Ну, а выбор смотреть это дерьмо или нет, остаётся только за вами. Вы сами делайте кассу таким фильмом. Вы ходите, помогаете рублём. Вы говорите, что типа, я пошёл с друзьями просто поржать над тупостью. В таких фильмах, вот как защитники, здесь тупостей так много, что кроме раздражения, негодования, больше ничего нет. Я не смеялся, как все там пишут. Типа, ой, так смешно было, я посмеялся и вышел с хорошим настроением. Нет, у меня не было хорошего настроения. Великую стену, этот тупой блокбастер, я посмотрел, чуть-чуть посмеялся. У меня были какие-то позитивные эмоции, но не здесь. Это отвратительно. И, ребят, простите за бедляцкий обзор, потому что, ну, не хочу я подбирать эпитеты, какие-то красноречивые выражения. Это не Ла-Ла Ленд, это не какой-то достойный фильм. Это не фильм Лев, обзор которого я, кстати, делал, и вы его даже не смотрите. Интеллектуально интересное кино. Да нахрен оно нужно, зачем? Подписывайтесь на мои паблики, Инстаграм. В Инстаграм я, кстати, выкладываю свои короткие мнения о премьерах фильмов сразу после выхода из кинотеатра. Так что подписывайтесь, чтобы не наступать в такие вкусные фильмы, как «Защитники». Надеюсь, вам понравился обзор. Если да, то не забудьте поставьте лайк. Это всегда приятно, это мотивирует. И до скорого. Пока.